В парку, который вчера еще был такой серый, мрачный, и вдруг видишь этот куст, который такой уже серый, мрачный, облетевший был, а он покрыт снегом и сияет на солнце, тебе, естественно, приходит восторг. А еще одна провинциальная, очень важная вещь, что мы там, у нас в провинции, общаемся, ну не знаю как, вот к вам тут приезжают звезды тут постоянно, у вас в театрах звезды, мы с ними, к сожалению, общаться не имеем возможности, где-то редко приезжают, да и денег у нас таких нет, поэтому мы общаемся в основном с Платоном, с Гераклитом, ну и с теми, с кем можем, ну и так, поэтому мы здесь и гуляем, общаемся со снегом. Я чувствую восторг и негу, когда в морозы ду по снегу, и вижу вдруг, как Моисей, горящий куст во всей красе, я радуюсь, как пташка крошки, когда твои целую ножки и ткани речей плетят качом с тобой воркою ни о чем. Я верю, что живу не даром, когда за рюмкой с другом старым, как с Гераклитом Пифагор, веду о смысле разговор, но я хочу рыдать и плакать, когда я вижу грязь и слякоть, и я теряю смысла нить, и вновь хочу рыдать и выть и морды бить напропалую, когда тебя и я целую, и друг мой старый и хмельной с Платоном пьет, а не со мной. Я рад любой душевной связи, но не люблю измены грязи, а снег он светел, свеж, лучист, и чистотой высокой чист, кому-то он беда, ненастье, по мне же снег похож на счастье, ведь счастье в том, в чем есть полет, а снег летит, когда идет. Еще и тем близким и снежи, что топчут нас одни и те же, и что мы таем, ты и я, в весенней чаше бытия. Но есть прекрасная интрига в том, что не смерть, а вечность мига царит в душе моей живой, когда я в шапке меховой, в мороз гуляю, в зимним садом и ненасытным жадным взглядом пью Божий день, и мир в снегу пью и напиться не могу. Следующая остановка, вторая, еще будет, ясный огонь, уникальное такое стихотворение. Вообще, правильно говоря, чем глубже смысл, чем больше спектр смысла, тем глубже поэт, и он значительнее, и тем он больше сам как поэт. Игорь мне четко объяснил, о чем стихотворение, которое сейчас... Он мне четко объяснил, что это... Вот сейчас я зачитаю, мне так попросили, что нужно сначала засчитывать. Это не эта стихотворение. Это тоже ты мне объяснял. Почему? По подолу идет человек и мерех, на щите его мир, а за пазухой кольт, вот те пряники, дир, вот гостинца, аспхольт. И думаю, господи, что ж у него там кольт, если там дир и пряники. И он говорит, это не временное. О том, что он так чувствует, как поэт, как человек, тонко чувствующий, что, возможно, у нас в Украине, на нашей земле, вот на этой, мы не можем никак успокоиться, навести порядок, и чтобы нам было хорошо всем, потому что мы когда-то предали своих языческих погон. И они как бы вот это вот... За каждым из нас стоит эта сила какая-то ведьмина, или какая-то исконная, не ведьмина, исконная такая мистическая сила, которая не дает, пока мы не вернемся к ним, пока мы как бы им не поклонимся, они вот нам не дадут покоя. Я наглую, ну вообще наглый человек, да, увидела... Вы что же, я здесь вижу только женскую энергетику во всем. И у меня есть такой страшной песни из негатива сделала позитивно. Извиняюсь. Сейчас задаю. А вы можете здесь прочитать свой смысл и рассказать, поделиться. Может, кто-то что-то еще видит. Спектр игрон многогранный. Как на лысой горе в ночь под полной луной Человек и мерек пил хмельное вино, танцевал у костра, барабан, угоди, ждал от ведьмы добра и дождался таки. На Днепре, на волне, то моряк, то обрек, а на самом на дне человек и мерек. Он не бросится прочь, не бежит к образам, С ним русалки на дождь безумные глаза. Вот вам ясный огонь, выживая вода, А я дальше моей не знаю. Ой, не знаю я куда. Чайка мчится сквозь ночь, пропадает душа. А в русалке на дождь, да чего ж хороша, Колокольчиком сверху походка и сталь. Веньма хочет набег, хочет паночкой сталь. Ой, не пей этот мёд, захмелей, шлопит. По воду уйдёт человек и мерек, На щитею мир, а за пастухой козь, А тебя не кидит. Вот гостинцы, а столь. Вот вам ясный огонь, и вот живая вода, А я дальше моей не знаю. Ой, не знаю я куда. Столь в городе пир, шапки в лиме и грязь, Чапку пил командир, берёт медовый князь. Бьёт как надо до дна, за спиной, Вот тут за молодая книжна. Изумруды глаза. Вот вам ясный огонь, и вот живая вода, Поехали дальше поеду, не знаю. Ой, не знаю я куда. Ох, не знаю я куда. АПЛОДИСМЕНТЫ Это неожиданный, это у меня поворот, на самом деле. Я отписал мужской текст по поводу того, грубо говоря, от хамы, из виа, Вот, а тут как раз песня получилась от пандочки. Ну, ещё один, можно? Да. Ещё один, да? Нет, это хорошая девушка. Ой, не пей этот мясо. А что мне делать? Не знаю. Ещё вам чуть-чуть метку, значит, почао. Ну, раз пошла такая пьяна. Самый старый дом, тут вообще всё мистика одна сплошная. Так, значит, этот текст тоже мне, ну, это вообще программное такое, замечательное. Отвага, измена, любовь и расчёт. Всё было уже, могло быть ещё. Ну, как ни прекрасна причина азарта. Душа ли, колдунья ли, эцетера. Она ничего не добавит к вчера, тем более к завтра. Я не это хотела прочитать, я хотела это. Мужчины бросают налаженный быт для поиска золота, мудрости, битв. Но в сумме себя, ибо суть не в престиже, который победная дарит стиля, а в том, что чем чаще ты слышишь «нельзя», тем ты к себе ближе. Игорь говорит. Можно? Да. Игорь говорит, что это, скорее всего, ну, как я это понимаю, что чем чаще ты слышишь «нельзя», тем меньше ты лезешь не в свою жизнь. Ты просто приходишь в чужую жизнь. Говорит, нельзя, и ты расчаешься к себе. Он не так говорил. Он не говорил, что тебя... Может, я не так поняла. Я поняла, он мне объяснял, что мы имеем свое мнение о себе. Оно вот такое, ну, бывает, да, ой, мы какие там, вот, я там, ну, красивая, да, приходишь куда-то, ты говоришь, ты нифига тебе не красивая, ты ближе к себе. Тебе говорят «нельзя», и ты к себе ближе. Я не знаю, мне чем чаще говорят «нельзя» в моей жизни, я не знаю, как у вас. Это чем я к себе ближе, потому что я тогда делаю то, что я хочу. Ты мне говоришь «ты куда лезешь?» А я хочу. Я ближе. Вы видите что-то свое. Песня была «Одиссея», получилось, он говорит, абсолютно мужской текст, я не знаю, я тоже вижу мужской текст. Получилось, что песня «Пенелопа» в итоге. В общем, я поломалась, и говорю, все, ладно. Мы вообще вас позвали, чтобы вы нас рассудили. Друзей разобрали себе острова, ноги разбежались, морей с тенего, запомнил обзор до предела. Оракул сказал, что все подвиги совершены, герои войны больше здесь не нужны. Мужчины бросают налаженный пыль для поиска золота, мудрости бит, но в сумме себя ее суть не в престиже, который победное давит стезя, а в том, что чем чаще ты слышишь, нельзя. Тим ты к себе ближе. Свобода бесценна, но жизнь не ж не берет. Есть то, что ты смог обменять на нее. Цепь так же, как лес волка, кормит собавы. Трофей добытый, и смысл извлечен, и опыт получен, и целый щечок парадной тапу. Отвага, измена, любовь и расчет, все было уже, и могло быть еще, но как не прекрасна причина азорта. Душа ли колдуньи, или эцерам, она ничего не добавит к вчерам, тем более к завтра. И пусть еще удали в селе сполна на три миллиона, но удалена на жажда, что гонит и в ласку, и в дрову. Казалось бы, год и окончен сюжет, но врагу противится разума свет. Пора на этапу. Пора на этапу. Пора на этапу. Извинение интонации простое, это такой мудреный опыт, а мужчина говорит, ну все было, душа ли колдуньи, и цитара, все было, пора на этапу. Вот, говори. А это совсем другое, теперь сприняло. Пора на этапу. Она говорит, значит, душа ли колдуньи, и цитара, все было уже. Я ничего не добавил, вчера. Пора на этапу. 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 Ну и вот песня-разговор с травкой, с травинкой. Ну буквально травинка. Чего? А это проверка. А это проверка. Кто-то должен это спросить. Полиция. Ой, трава-травинка, муравья-тропинка, и жуков-прохожих, и коровок-божьих. Расскажи, трава мне, быль о флоре-фауне. Я слыхал, травинка, чаще есть глубинка, где с мечтой о корме дуба рушат корни грубые мордастые зверь клыкастые касты. Там рога лопатой бродит лось сахатый, там и тени редкие, чьи рога как ветки, и не в том лесу ли на заре косули, как восток раскосы, золотые росы бьют под пенье пташек, не из кружек чашек, а из тех пиалок, что в руках фиалок. А поодок чаще рыщет волк рычащий, и гадюки дикие в дебре в землянике, а чуток подали колдуна видали, а еще чаще самого Кощея. Расскажи мне, травка, как там лень и мавка, и о вещьем капни расскажи, трава мне, как усевшись подле, замышлял свой подвиг, богатырь могучий, давний век дремучий. Скоро звезды вечер созовет на вече, а я все с травою говорю живой. Ой, трава-травинка, стебелек-былинка, расскажи мне, кроха, почему мне плохо, ты лугов-травинка, и лесов-кровинка, и вы все там вместе, будто в божьем тесте. А где люди-травка, там толпа и давка, и в толпе той шумной я, большой и умный, потерялся травка, как в стогу булавка, или в море лодка, или в море с лодка. Никогда не знал, что делать, вот такой момент. То есть, как линия пропало, понятно, что отвлекли уже, все, оно выпало. Как мне делать? В общем, я его прочитаю в следующий раз, или написал, хорошо? Вот, сейчас ребята, там сядутся. Мы вам очень рады. Нет, нет, я. Вот, итак, тема, придется сменить тему, и осталось такое стихотворение, вы знаете, вот это называется незакрытый гештальт вообще, да, вот, незакрытая форма, то есть, такая интрига. Оставив эту интригу, мы на самом деле так и договаривались, что это должно произойти, чтобы стихотворение подзвучало по-разному. Вот, а сейчас такое программное стихотворение, на самом деле, да, вот, ну, мое программное стихотворение, которое я читаю просто для того, чтобы рассказать о себе и все, что со мной происходит. Всего огромного. В перелогах Сибири проснулись медведи, в Нью-Йорке пытались клонировать совесть, за стенкой поют и дерутся соседи, а я беспокоюсь. Я в жутком волнении хожу по квартире, смотрю телевизор, ну сколько же можно, скажите скорее, что хорошего в мире, а в мире тревожно. Удельного князя лишили удела, гагары загадили Северный полюс, казалось бы, вроде, какое мне дело, а я беспокоюсь. Жена говорит, что я псих, неврастенек, и письма мне клеят на телеэкране, я нужен ей только для секса и денег, а я многогранен. Я тонкий ценитель кино и театра, я песни пишу на серьезные темы, и, кстати, я был у врача, психиатра, там те же проблемы. А диктор кричит, что беда на пороге, в Непале, на гуру, напали гурманы, в Борбее поссорились кобры и йоги, а в тундре шаманы опасность повсюду, но где же причина, в каком я ее должен видеть ракурсе, в постели жены незнакомый мужчина, он тоже не в курсе. Газеты толкуют о порче и сглазе, а мне уже ясно, я падаю в бездну, сегодня на финском сижу в нитазе, а завтра исчезну, и нет мне иного лекарства от века, чем бегать в избушку к зеленому змею, он добрый, он может понять человека, а я не умею. Я вижу людей, их тревожные лица, жестокие споры, нелепые позы, и думаю, Боже, зачем я не птица, не ветка мимозы, зачем я смотрю с беспокойной тоскою на эту сумятицу свадебы воин, вот был бы я бабочкой или рекою, я был бы спокоен, как славно быть сразу и целым, и частью, бушующим морем и тихим причалом, звеном бесконечности и в одночасье концом и началом, как просто быть крохой живого потока, пыльцою и порем, где травы по пояс, но я, только я, мне всегда одиноко, и я беспокоюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...